добрый день перед вами два рулонных пресс-подборщика металлфач ну и вот как известно у нас здесь в россии больше представлены вальцового характера то есть они рулон формируют с помощью вальцов в камере вот эта моделька металлфач z562 сейчас я про нее расскажу покажу все быстренько ну и что привлекло мое внимание есть интересная модель тоже металлфач z587 но она идет уже цепного характера и вот сегодня сейчас я покажу чем они отличаются эти два пресса один от другого начнем с вальцовой модели z562 что этот пресс делает рулон метр-двадцать на метр-двадцать евро стандарт вот обратите внимание звездочки цепи в каком состоянии а тут у нас смазка идет на цепи и звездочки примерная напрессованность ну где-то от 280 до 300 килограммов рулон он идет он плотно рулон набивает благодаря тому что у него здесь еще находятся дополнительно замки на камере также у него здесь гидро распределитель есть широкие колеса для того чтобы не делать бороздок на рыхлой почве и там на влажное чтобы не было траншей а то потому что рулон тяжелый пресс тяжелый будут бороздки на земле зачем это нужно подборщик у них идет стандартный это метр восемьдесят вот он такого типа идет он кстати обратите внимание невысокий он узкий чтобы масса быстрее поднималась ну все как положено как должно быть у нормального пресс подборщика по бокам шнеки подающие а посередине идет подающая граблина для того чтобы рулон проталкивать не рулон а массу сен там что проталкивать по бокам это чтобы края были плотные посередине чтобы побыстрее проталкивался далее идет три вальца подающих они подают массу там сена и получается масса заходит в камеру и дальше уже вот вальцы все начинают формировать сам рулон у этого пресса вот в данной комплектации обвязка идет сеткой электрический также они бывают и шпагатом вот у нас такая модель с этой стороны обойдем посмотрим тоже ну как видите пресс в идеальном состоянии тоже он привезен с европы у нас ну как бы придраться не к чему тут что-то добавить вот эта модель данная z 562 если вы как бы выбираете пресса это начало нормального пресс подборщика да я там могу сказать есть жонгиры есть классы есть крона там не холланды да они как бы лучше где пресса но они подороже они там может быть лучше работают там в чем-то но они уже подороже по наворочений вот это это тот пресс это начало пресс подборщиков далее у нас идет цепная модель это z 587 ну и теперь вот чем они отличаются начнем также формируют они этот пресс рулон метр двадцать на метр двадцать с крышечку откроем как вы видите здесь вообще ничего абсолютно нету в этом прессе такого сверхъестественного также он набивает рулоны плотные там до 300 килограммов в этом в этом объеме я считаю это шикарно идет смазка автоматическая видите на подшипники чтобы смазывалась их хотя тут и нету но вот на один есть гидравлическое опускание подборщика подборщик кстати но у них у европейцев это уже как бы норма почему я говорю как бы это вот эти пресса это начало нормальных прессов потому что ширина подборщика метр восемьдесят подборщик невысокий видите масса быстрее туда залазит быстрее на проталкивается грабли и нападающий но приятно что есть подающий шнек посередине все это работает как положено кстати у этого пресса идет после вот граблина подающий 2 подающих вальца и дальше идет уже прессовочная камера вот цепная дальше формируется на этой модели идет три подающих вальца у этой чуть-чуть подборщик чуть подольше сделан чуть подольше сделан то есть ну как бы можно может быть теоретически чуть подольше он массу туда проталкивает как бы если вот логически взять то есть вот такой момент сигнал ну это как бы элементарщина колеса широкие тоже это элементарно тоже у всех прессов идет широких колес чтобы подбородки не делать она так и должно быть не знаю на наших сейчас делают нет ерунды так тут у нас просто место тут ставится шпагат крыша к стоит здорово и и вообще можно выкинуть отсюда чтобы как бы не занимала много места туда составляется шпагат туда ничего не попадает тут то есть там очень много бобин можно ставить обвязка производится обычно двойным шпагатом электрический моторчик подает через сигнал теперь мы смотрим с этой стороны открываем так ну и что мы видим здесь также смазка здесь вот они трубочки отскочили из-за того что но репут со временем просто новый нам поставить также здесь идет смазка на подшипник доводница звездочки цепи вы видите в отличном состоянии ну и здесь на цепной модели нету закрывающего элемента задней камеры то есть нету замков замков здесь нету вот она идет такая без замков здесь идет гидрораспределитель который отвечает за плотность рулона ну как у класса там и как у многих джон диров вот такая история идет гидравлический подборщик в принципе вот чем грубо говоря они отличаются эти две модели кардинально друг от друга вальцовые модели вот вот такие они больше идут по сенажной массе по таким культурам нежным типа полюцерни чтобы отбитие листочка не было цепного характера пресс подборщики они по всем подряд работают как бы но у них есть отбитие массы да ну и вот у z562 у них идет у него идет после подбор после подборщика и граблины три вальца таких они как неприемные там считаются и соответственно подборщик сам по широте своей чуть-чуть поменьше чем здесь соответственно есть такая степень вероятности 100 масса здесь будет быстрее поступать ну и соответственно идет замки на камере идут на z562 то есть это дает более плотную набивку рулона на этом прессе как бы вот если бы я себе бы выбирал в принципе две модели достойны но наверное я бы остановился на вальцовой модели год у дальше как как бы у каждого мнение свое и у каждого пресса есть плюсы и минусы у этого же пресса да здесь уже сделано вот почему я говорю то что как бы эти пресса это начало нормальных пресс подборщиков наши как бы я не рассматриваю вы уж извините за вот такое сравнение но наши не сразу не сравню потому что начиная от подборщика подборщик уже выдающий грабли на там по бокам шнеки как бы но это приятно все там сетка там вот это все дела широкие колеса это в стандарте уже идет это у всех уже в стандарте идет гидрораспределитель что плотный рулон был да здесь чуть-чуть поборщик пошире то есть массы чуть подольше будет проталкиваться но здесь стоит он цепной цепного характера здесь получается сейчас покажу звенья сами по себе близко расположены друг другу это дает то что при бывает такое забить и что-то вот там вот если вы не замечали на прайфу бывает забитие массы и цепь вот эта транспортерная соскакивает чем меньше здесь звеньев конструктивные особенности определенные тем она как бы лучше работает вообще на европейских прессах ну на вот сколько мы работаем пока пока ни одного случая не было чтобы транспортер соскакивал то есть бывает даже так у нас вот на обмен приводится там прайф этом можно поменять прайф а у вас взять там грубо говоря какой нравится пресс мы начинаем пары включать у него вот последний раз там парайф 145 с был у него короче соскакивает соскакивает транспортерная вот эта цепь с планками все это наперекосяк и все начинает гудеть хрен поймешь предпоследний раз у нас было мы редуктор тоже запустили короче и редуктор как-то в зацеп произошел короче редуктор сломали пришлось редуктор покупать и я хочу сказать что это тоже не дешево все стоит удовольствие не дешевый прф дело тоже вот недавно обзор один смотрел там паренек прф новый купил короче он на нем 4 или 5 дней работал четыре раза он транспортерную цепь она у него соскакивала забивается соскакивает в начале ролика он там ну я как бы доволен прессом в конце ролика там 39 минут или сколько снял короче не особо он доволен не особо им нравится он уже начал варить туда-сюда но за четыре дня там пусть даже за пять он сделал там 500 рулонов плюс-минус как можно там варить пресс там чтобы там все соскакивал если он новый вот грубо говоря поддержанная европейская техника ведь в каком состоянии конечно от человека зависит кто как пользуется но вот к чему я говорю то что это начало нормальных пресс-подборщиков да я не спорю крона лучше я не спорю что джон дир лучше я не спорю что классы лучше вот у нас стоит вариант класс да есть он старенькие модель 44 конечно если сравнивать со старой моделью это каш лучше будет но есть современные классы то им сравнение нет класс джон дир ну и крона там это третий вот вариант делят первенство трех лидерство пресс-подборщиков классы джон дир и крона как бы из европейских из самых началах доступных это вот металлфачи да у них есть там определенные как бы вот здесь идет три вола после подборщика это обозначает что нагрузка на эти приемные вальцы будет меньше если здесь два вала получается здесь нагрузка чуть больше бывало такое я вот в некоторых роликах видел что вальцы там прокручивались у людей ну скорее всего наверное они очень большую плотно сделали на этих прессах из-за этого и прокручивалась потому что здесь видите здесь помимо гидрораспределителя здесь еще и этот как еще и замки стоят и соответственно очень большая плотность рулон но и куда-то рулон надеваться он в клинса делает и соответственно потом чем-нибудь может да и поломаться вот вальцы грубо говоря там был такое что вот у кого-то вальцы про ну ломались и они прокручивались да такое тоже может но это как бы надо значит поменьше плотность сделать цепной до цепной он как бы будет прокручивать из-за того что планок больше как бы он будет прокручивать эту массу он по плотнее делает это это стандарт так что вот смотрите в принципе если знаете как говорят то что там если подборчик подлиннее то как бы масса маленькая типа салон там но что такое мелкое вот здесь грубо говоря длиннее идти как бы тяжелее будет схватиться но из-за того что цепь ну как бы она ее не становится посередине рулон там и не скользит промеж вальцов как бы планки прокручивают рулон и формирует нормально то есть если как бы недостатками двух вальцов и трех вальцов если нивелировать эти два пресса то ну по моему мнению они еще должны одинаково работать то есть какие-то минусы есть у этого плюс этого пресса в этого плюсы и соответственно они друг друга заменяют и по факту у вас выкатится один и тот же рулон что здесь что здесь так что вот такой вот обзорчик получился быстренький на ходу вам снял посмотрите если кому интересно всем до свидания ну а у нашей компании сельхоз парк пресс-подборщиков тучма тучмой если кому-то интересно приезжайте посмотрите выбор огромный также с клиентами договариваемся общий язык найдем